Ну вот, сейчас где-то 8 утра на самом деле. Но дело в том, что давненько мы не делали обзоры на самодельные кубики. Вот. Вы видите, что я сменил локацию в этот раз. Потому что то, что я сейчас вам буду показывать, большого размера. Вот он, мой самодельный кубойт 2х2х6. Посмотрите на него. Вот так, наверное, лучше можно будет показать. Кубойт делался так. Так, это был первый чек. Его звали Герд Хеллингс, у которого появилась идея. В четверке прибавить, так сказать, 2 вращающихся слоя. Однако, вот и скрепить эти детали. Получается вроде как 2х2х6, да? Ну, это, в принципе, была оригинальная идея. Но в его идее надо было использовать 2 кубика 4х4. И кубики выбыли бы вот такого вот, прямоугольного размера. Вот такого вот. Такие тоненькие были бы. Вот такие вот. В принципе, это никак не влияет на саму головоломку, в принципе-то. Но мне больше нравятся кубики, так сказать, кубические. Потом я видел видео Тони Фишера, который сказал, что переделал, так сказать, эту идею. Сделал пропорциональный. Ну, имеется в виду там с такими кубиками. Я сделал то же самое. Ну, и вот он результат. Видео в предыдущем. Как это сделать, я уже говорил. Вот. И, наконец-то, мне удалось обойти лимит на Ютьюбе. Вот оно в чем дело. Вот в чем дело. Видео-то там 20 минут длится. Я вот об этом и говорю. Ну, что же, что я хочу сказать об этом кубике. Кубик нереально больших размеров. И вот. Каждый тут кубик больше трех сантиметров. Так, перейдем, так сказать, к вращению данного кубика. Вот эта сторона. Ну, просто тут, так сказать. Вот эта сторона, да? Вот эта. Вот эта. А вот. Вот эта сторона крутится, я думаю, хорошо. Вот эта вот. Вот здесь вот. Вот. Дальше. Вот эти вот слои. Смотрите, какие. Они, эти слои расхлябанные. Вы видите, да? Что они-то вот так вот. Они вот так вот крутятся. Вот так вот. Ну, просто тут приходится... Тут просто камера стоит рядом со мной, поэтому приходится, так сказать, тянуться к нему. Кубик-то большой. Но самые ужасные слои, это вот эти. Зачастую их очень сложно вращать. Они, вот, вы видите, как вращаются, да? Приходится вращать все время вот так вот. Но, в принципе, на самом деле, не очень плохо все. Вот. Ну, пазл здесь очень хрупкий, так сказать. Он очень хрупкий, да? Сейчас покажу вот, что там. Кстати, вот так вот он еще вращается. Вот. И вы можете посмотреть, видите, что тут внутри. Вот у него лего. Я тут доклеил. Тут обрезаны, так сказать, центральные детали. Вы видите, что идея, так сказать, и переделана. Кубик получился нереальных размеров. Вот. Так, что я еще хотел сказать? А, самое главное. Кубой свою теряет форму. Ну, поскольку кубой теряет форму при, так сказать, условии, что два или больше кубиков, так сказать, от этих сторон у него четные, или два или больше сторон у него нечетные. То есть два на два на шесть. Тут у него две стороны, они разные, так сказать, и четные. То есть два на два на шесть. Есть два, и есть и шесть. Поэтому вот он крутим мы четную на четную, и вот он и теряет свою форму. Ну, на самом деле, он довольно такой. Вот эти детали, они, смотрите, не упадают, на самом деле. Вот. Вы видите, что здесь я использовала, так сказать, стикеры, как я их делаю. Я их использовала как 2х2х4. Вообще, я думаю, что вот так вот, если поменять желтый с синим, наверное, накубует их 2х2 на сколько-то там. Работает это лучше. Не знаю, почему, люди вообще в интернете говорят, что так его легче собирать, но разве я смогу спутать белый с желтым? В принципе, не понимаю, что за бред они говорят в интернете, но все равно мне захотелось бы почему-то сделать факт. Вот. Ну что ж, давайте начнем, значит. Делаем что-нибудь с этим кубиком, значит. А вот, в принципе, кубик мне нравится. Так. Мы его переводим. Так. И вот так. Ну и вот. Наш рисунок. Вот. И, так сказать, ну и что хочу сказать. В принципе, собирать, так сказать, его можно. Кубик я его собирал, но он очень хрупкий достаточно. Поэтому думаю, что так просто для коллекции. Вот этот кубик, боже, думаю, вот что с ним делать, вот. Можно, в принципе-то, что-то... Не знаю, что с ним делать, честно. Вот этот, что тут можно с ним сделать. Можно 2 на 2 на 5 сделать, кстати. Хорошая идея, 2 на 2 на 5. Я вот сделал 2 на 2 на 5. Я, по-моему, думаю, что он 6 в природе. Он не очень, так сказать, хороший получился этот 6 прототип. И мне хочется сделать 7 прототип, но нормальный. Вот таким способом, как и этот. Хотя, наверное, тоже будет хрупкий, но... Это будет гораздо проще, хочу вам сказать. Делать 2 на 2 на 5. Тут просто лего. У меня запасы лего, так сказать, убрались. Ну и сам спрей, так сказать, закончился. Я этот кубик красил краской для витража вот этот. Поэтому вы видите, как он плохо покрашен. Ну и так хотел его сделать как можно быстрее, потому что, понимаете, вся была хорошая идея. Вот так вот. Ну да. Вот мы его возвращаем сейчас. Ну, это была, естественно, наша любимая шахматка. Теперь давайте делаем что-нибудь еще, например. С тем кубиком. Сейчас я сделаю, так сказать, морскую звезду, как я ее называю. Значит, берем ее так. Вот так. И вот. Вау! Мы видим, да? Какие большие детали. Так, ну что, давайте. Давайте. Ну что, давайте. Вы видите, насколько конструкция, так сказать, висит тут все. Но если бы я бы использовала не рубик-четверку, а какую-нибудь еще, то это было бы еще хуже. Поэтому используйте только рубик, когда его делаете. Работать только с такими кубиками четверками. Никаких QG, никаких там лан-ланов, никаких мефертов и так далее. Я думаю, что только с рубиками. В любом случае, это проверено точно, что-то работает. Но все равно надо быть аккуратным. Это все делать. Обрезать центральные детали. Так сказать. Ну и вот она, моя любимая морская звезда тоже. Мы ее постанавливаем. Ну, вчера я в контакт выложил фотку этого. Но, поскольку было слишком много времени, видео, так сказать, получилось только сегодня. Ну, вы знаете, прекрасно, что я сначала кубик сделаю, потом через сутки его покажу. Все такое. Ну, это был мой кубик. Лучше. Это был кубик. 2 на 2 на 6. Ну, шанс делать с этим вы еще мне подскажете. Я еще тоже решу, в общем. Так, это был кубик 2 на 2 на 6. Все, спасибо за внимание. Удачи на вам сборке. Так сказать. Делайте его, так сказать. Подскажите, что мне с этим делать, творением. Потому что я уже тут изрезала центральные детали. А тут, если вы их изрежете, то все, это уже назад нельзя никак будет исправить. Поэтому вот только его на кубик можно теперь будет потратить. Хотя, да, для сборки собирать его нереально. Ну, абсолютно нереально углов. И при неудачном повороте грани может целый слой. Вот столько высыпаться детали. Ну, так подсказывайте, что мне сделать вот с этим все-таки. Ну, это, писайте, была четверка. Вот так покажете обычному человеку, и он даже не догадается, что это была четверка. Вот. Ну, что ж. Ну, давайте-ка мы опять сделаем шахматку. Так вам, возможно, будет лучше. И, так сказать, закончить это видео уже. Так, ну что ж. Так, что-то я аккуратно. Вот, выглядит, а вот здесь лучше вот так. Вот так вот. Ну и что ж. Видео уже подошло к концу. Подскажите мне, что с этим делать. А так, был кубик 2х2х6. Все, удачи вам в сборке. Все. Все. Продолжение следует.